Здравствуйте, это канал Процветок, с вами Пашкевич Анна и в этом видео мы обсуждаем такую тему, как подготовить рассаду к переезду на дачу. И это видео хотелось бы начать с той информации, о которой мы ежегодно рассказываем на нашем канале, а именно о закаливании рассады. Это такая прописная истина, которую наверняка все уже усвоили, а если кто-то еще не записал закаливание рассады в дневник постоянной работы, то тогда необходимо обязательно вам напомнить и закаливать рассаду. В среднем мы выращиваем рассаду около двух месяцев. И среди огородников, любителей, а также профессионалов существует правило месяц выращиваем, месяц закаливаем. Для чего необходимо закаливать рассаду? Для того, чтобы наши растения постепенно привыкали к будущим стрессовым условиям. Когда рассада растет в квартире, она обретает своеобразную зону комфорта. Это определенный микроклимат, свет, влажность, температура. Наша рассада постепенно к этому привыкает, активно растет, развивается. И только вообразите, не подготавливая рассаду, мы ее пакуем в ящики, в корзины и начинаем вести на дачу. А там свет, иной воздух, ветер и, конечно же, это стресс. Поэтому еще раз напоминаю, что самое важное и самое первое, что необходимо делать с рассадой, это вести постепенно ее закаливание, начиная со второго месяца выращивания. Когда можно приступать к закаливанию? В среднем это конец марта, начало апреля. Когда градусник показывает на улице постоянно дневные положительные температуры, уровень света увеличивается, длина светового дня увеличивается. Таким образом, можно начинать выносить нашу рассаду на лоджии, на балконы в среднем на 20-30 минут, постепенно увеличивая количество того времени, которое наша рассада будет проводить на лоджии или на балконе, до 4 часов, а затем и вовсе оставлять ее на целый день. Наряду с закаливанием необходимо позаботиться и о развитии корневой системы, потому что именно корневая система отвечает за всасывание питательных элементов. Плохо работает корневая система, плохо идет всасывание любой пищи, которой мы подкармливаем нашу рассаду, и таким образом не приходится рассчитывать на хороший урожай. Поэтому заботимся о корневой системе. Для активизации корневой системы ее можно проливать биологическими препаратами, например, гумацодержащими растворами. Гумат калия, гумат натрия, неважно, какие гуматные препараты вы для себя найдете. Важно, чтобы концентрация гуминовых кислот в них была не менее 20%. Проливать гумацодержащими препаратами мы будем минимум за 2 недели до планируемой даты отъезда нашей рассады из квартиры на дачу. Также можно прибегнуть более быстрым методом, но к синтетическим препаратам, например, циркон. Циркон в среднем усваивается корневой системой где-то через 18 часов. Поэтому, если мы не проливаем гуминовыми препаратами, то можем пролить цирконом минимум за пару дней до, опять же, предполагаемого времени выезда рассады из квартиры на дачу. Конечно же, необходимо позаботиться и о том, как себя будет чувствовать наземная или вегетативная часть. Она же зеленая, она же листостеблевая часть наших растений. Также, как и с корневой системой, мы нашу рассаду, наземную ее часть смело можем опрыскивать гуматами. Также начинать это опрыскивание минимум за 2 недели до планируемого переезда. Если мы будем говорить о более синтетических препаратах, то наверняка всем известен Эпин, который, кстати, начинает работать также в среднем через 14 дней. Поэтому, как я уже говорила ранее, минимум за 2 недели до предполагаемого переезда будем опрыскивать наше растение по листу и по стеблю растворами Эпина. Как правильно приготовить Эпин и как его необходимо вносить по листу. При работе Эпином по листостеблевой части необходимо учитывать, что препарат, к сожалению, разлагается на свету, поэтому обрабатывать лучше в вечерние часы или в пасмурные дни. Также Эпин не совместим ни с какими щелочными препаратами и для лучшего его усваивания нашими растениями необходимо рабочий раствор Эпина подкислять. Для этого достаточно внесения 2 капель сока лимона в рабочий раствор Эпина. Как приготовить рабочий раствор Эпина? Возьмем 8 капель этого препарата, разведем в 1 литре воды. Также хорошим работающим препаратом, который необходимо вносить по нашим растениям, по листостеблевой наземной части является стимул антистресс, который содержит аминокислоты и микроэлементы, которые так важны для укрепления иммунитета нашей рассады. Что же необходимо учесть непосредственно при транспортировке рассады? Первое и самое важное это то, что наши листья, они подвержены обветриванию, поэтому обязательно необходимо нашу рассаду укрывать. Для того, чтобы наша рассада не обветривалась, самым доступным методом транспортировки являются коробки. Здесь необходимо учесть высоту рассады и соответственно подобрать коробку такой же высоты. Также необходимо растения томатов изолировать друг от друга, потому что листья томатов, как правило, очень сильно переплетаются в процессе транспортировки. И когда мы их начинаем доставать, то, к сожалению, есть большой риск их повреждения. Помним, что перцы и баклажаны относятся к тем культурам, которые не любят никакого травмирования корневой системы, поэтому по возможности транспортируем и перец, и рассаду в тех стаканчиках, в которых они выращивались. Что же касается томатов, то здесь можно прибегнуть к небольшой хитрости. Корневая система томатов хорошо восстанавливается, поэтому можно без ограничений доставать томаты из тех ямкостей, в которых выращивалась рассада. Обминать корневую систему, помещать ее в изолированные пакеты, размещать рассаду томатов по длине той коробки, которую мы нашли, и затем эту коробку скручивать в своеобразный рулон. Такие рулоны, значительно упрощая транспортировку томатов, являясь достаточно компактным методом. Уверена, что посмотрев это видео, вы качественно подготовите свою рассаду для транспортировки на постоянное место жительства. Оставайтесь на канале про цветок, не забывайте про подписки и лайки. Впереди много интересного!